В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! За наружку ответят. Самарский рынок наружной рекламы давно нуждается в том, чтобы ему придали цивильный вид, что и на облике города, безусловно, должно сказаться, и муниципальной казне пойдет только на пользу. Лишние миллионы городской кошелек уж точно не жмут, и их есть на что потратить и на те же дороги, и на реставрацию исторического центра. Дело за малым. Чтобы два ведомства, городское и областное, договорились, и схема размещения рекламных конструкций, наконец, была утверждена. По-хорошему, это нужно было сделать еще до 1 января этого года. Но не срослось. Городской департамент благоустройства, которому и была поручена столь ответственная миссия, не смог до сих пор согласовать документы в областном минимуществе. За что и подвергся жесткой критике от мэра Самары. Вопрос, доколе, прозвучавший от главы города, стал главным на понедельничном совещании. Когда это уже прекратится? Когда уже мы получим документ от правительства области, утвержденный, и приступим к конкурсным процедурам? Иван Александрович, это ведение вашего департамента, между прочим. Вы так в сторонке все время находитесь. Я абсолютно согласен с теми претензиями, которые губернатор предъявляет к этой ситуации. Действительно, очень значительный потенциал. И что это значит, когда мы полтора, два года не можем никак утвердить схему с правительством Самарской области? Что это вообще значит, когда мы каждый день теряем деньги? У нас готовы все документы для проведения конкурсных процедур. Загвоздка одна. До сих пор на протяжении всего времени правительством не утверждена схема размещения рекламы. Доколе? Сколько можно еще здесь тянуть резину? Мне докладывают, что схема сдана, замечаний нет. Так в чем причина? Этот документ состоит из 12 томов, но мы, вот эти тома, можно посмотреть на них. А вот та самая схема, из-за которой на совещании досталась чиновникам Департамента благоустройства, и которой призвано установить новые жесткие правила игры на рекламном рынке. Разработали ее еще в 2012 году. Сергей Никифорчук, человек, ответственный за документ, рассказывает, как изменится город после того, как все бюрократические барьеры останутся позади. Схему делали специалисты. Схему делали специалисты. Собственно, они видят, они начинали с нуля. Как будто у нас в городе нет ничего, я так понимаю. Они рассматривали поле чистое и расставляли конструкции, как они это видят. Чтобы было красиво, эстетично, и чтобы реклама была, никто ее совсем не ликвидировал. Вот улица Гагарина, вот улица Победы. Вот если посмотрите, улица Победы очень редко стоят конструкции. Разделительная полоса совершенно пустая, совершенно свободна от конструкций рекламных. Но это было требование в том числе ГАИ области. От малопровеликательных сооружений уже зачистили не только Гагарина и Победы. В историческом центре тоже идет генеральная уборка. На фасадах, которым предстоит реставрация, не должно быть ничего лишнего. Только за последний год в суд городские власти направили порядка 140 исков, потребовав ликвидации тысячи конструкций. Разгар демонтажной страды в прошлом году пришелся на лето-осень. Июнь 2013-го. Спецтехника работает на пересечении Московского шоссея Советской Армии. Почти сутки понадобились для того, чтобы убрать с глаз долой экран весом 7,5 тонны, размером 9 на 12 метров. Этот громоздкий щит, который до пожара был видеоэкраном, семь лет уродовал перекресток, полностью перекрывая вид на храм. Разрешение на его эксплуатацию стекло еще в 2006 году, но убирать гиганта владельцы не торопились. Понадобились полгода судебных боев, чтобы коммерсанты наконец смирились с неизбежным и осознали простую истину. Суды проиграны, поэтому мы понимаем, что в принципе закон есть закон, надо подчиняться закону. Конец октября 2013-го. Испорченный газон – это все, что осталось от нелегального счета. Предприниматель решил подзаработать на оживленном перекрестке новой вокзальной Старозагоры и подсуетившись за один выходной день установил здесь конструкцию, которую не менее оперативно убрали. Та же печальная судьба ждала еще один незаконный объект, который в те же дни появился у 161-го дома по новой вокзальной. Его жители тогда только радовались такому исходу событий. Многовато. Можно ее убрать? Частично. Назойливая реклама. Ее, в общем-то, надо сократить слишком много. Я думаю, это отвлекает водителя. У меня муж за рулем, глаза просто разбегаются. Я думаю, они не успеют считывать нужную информацию. И создают какой-то, наверное, аварийный случай. Портят внешний вид города. Красивые здания в городе не видно за рекламами. Вообще, они просто не нужны. Сейчас истинный облик Сама раскрывает порядка трех тысяч рекламных конструкций. Каждая вторая вне закона. А значит, будет демонтирована. Такую задачу поставил мэр. Остальные объекты наружки должны получить легальную городскую прописку благодаря вышеупомянутой схеме. Но в областном миномуществе пока не дают у нее добро. В городском департаменте благоустройства заверяют, со своей стороны уже сделали все возможное. Схему эту сделать очень быстро невозможно. Технические вопросы от Министерства имущественных отношений получены нами. Они, мягко говоря, простенькие для нас. Но их нужно выполнить. Мы их выполнили. Ждать долго никому не позволят. Ни муниципалитетам, ни субъектам. Федерации закон есть закон. Ведь если нет утвержденной схемы, значит не будет и торгов. И тогда все щиты, а точнее их владельцы, пролетят как фанера над Самарой. Если муниципалитеты не поторопятся и торги не проведут, то до 1 мая будут снесены все конструкции. Это невыгодно никому, в том числе нам, потому что мы отвечаем за поступление денег в бюджет. Для того, чтобы это сделать, нужно напрячься и поторопиться. Вариантов нет. Должны успеть. Самара один из трех муниципалитетов, которые предоставили схему в состоянии, пригодном для анализа. Самара выгодно отличается от остальных муниципалитетов-двоечников. Из 37 городов и районов только 18 принесли министерство документы. Причем, если самарская схема поступила на согласование еще 13 декабря, то остальные ее отдали только под занавес уходящего года. И 15 муниципалитетов тут же получили ее обратно. Потому как иные схемы больше походили на детские рисунки, чем на серьезные документы. Не помню, какой муниципалитет. Прислали схему фломастером, флажки нарисованы на карте. Ну здорово вообще, да. А мы должны дальше вот... То есть, по сути, при том, что есть же целый регламент, где написано, что в каком формате, что должно содержать, какие документы приложены. То есть инструкция по применению, как это делать, что должно быть на выходе. И в таком виде это действительно можно за пять дней согласовать. Но... Но не фломастером когда-то что-то... Не фломастером. Другие. Я уж не говорю о географических, там, геодезических каких-то координатах. Там даже адресов не было. На глазок. На глазок. Чтобы оказаться со счетом, а не на счете, суетиться будут и на местах, и в областном минимуществе. Ведь задачу, которую поставил губернатор, выжить максимум для пополнения бюджета, никто не снимал. Так сколько же планируют получить с рекламщиков? Ведь если количество счетов сократится, то цена их, понятно, возрастет. Областной Минфин задал планку для Самары собрать чуть меньше двух миллиардов рублей. Вот насколько она достижима. Понятно, что самые дорогие счеты располагаются вдоль московского шоссея Новосадовой. Но обе эти магистрали относятся к областной собственности. А значит, и доходы от них пойдут в региональную казну, а не в городскую. Истина, как всегда, посередине. Минфин применил свои методики. Количество текущих конструкций умножить на максимальную сумму, которую можно выжить. И получились большие цифры. Расчетные, аналитические. Да, это тот потолок, к которому мы будем стремиться. Понятно, что рекламный щит на Новосадовой или на Московском шоссе и на Безымянке, они не могут в рынке стоить одинаково. Да, это очень тяжелая задача. И Кандеев, когда озвучивал цифры, он говорил, что никто не говорит, что это легко достижимая планка. Это тяжелая планка. Как пройдут торги, покажет время. Как поведут себя рекламораспространители. Какие суммы они готовы заплатить на торгах. Это, в общем-то, дело времени. И мы надеемся, что суммы будут расти. Все говорят о каких-то мифических цифрах. Но мы основываемся на опыте других городов, миллионных городов. В Краснодаре действительно были большие поступления. Но, учитывая, что они провели торги на 10 лет, собственно, сумма в два раза увеличена. 500 тысяч рублей за место – это то, на что мы и рассчитывали. По предварительным подсчетам с рынка наружной рекламы город рассчитывает получать не менее полумиллиарда рублей в год. Действительно, неплохое финансовое подспорье и для ремонта городских магистралей, и для реставрации исторического центра. Кстати, аналитики уже изучили результаты торгов в других городах Привожского округа. В среднем цена одной рекламной конструкции колеблется от 86 тысяч рублей в Волгограде до 545 в Пензе. В Самаре планируют взять с бизнеса от 400 тысяч до 500, в зависимости от привлекательности места. В общем-то, немало. Но и при таком раскладе краснодарский рекорд, а он составил более миллиарда рублей, увы, недостижим. И на то есть объективные причины. В Самаре предельный срок, на котором можно проводить торги, и это установлено региональным законом, пятилетка. А в Краснодаре, как уже было упомянуто, он вдвое больше, что автоматически увеличивает и стоимость лота, и желание бизнеса в него вкладываться. Опыт зарубежных капиталистов – лучшее тому подтверждение. Там право аренды выкупают лет на 15-20. Срок солидный, и потому инвесторы не скупятся. Большинство россиян, к примеру, даже и не знают, что автоматический туалет, установленный на улицах западных городов, – дело рук компаний, занимающихся наружной рекламой. А такой привычный для современного горожанина уличный атрибут, как автобусная остановка, была запретена во Франции еще в 60-е годы прошлого века. Причем именно операторам наружной рекламы и ясное дело в качестве рекламного носителя. То же относится и к велостоянкам, которые позволяют брать в аренду велосипеды в одном месте и сдавать их в другом. Но то, что в конечном счете удобно для всех, тоже на поверку не что иное, как рекламная конструкция. Так что смысл в таких долгосрочных контрактах, безусловно, есть. Но прежде чем на них решиться, говорят в областном имуществе, нужно для начала навести порядок на рынке. То, что в Самаре это получится сделать, министр Юлия Степнова особенно подчеркнула и на своей пресс-конференции. Самара действительно подошла очень тщательно. Выверяется вплоть до единиц конструкции. Более того, наверное, впервые мы договорились о том, что мы торги будем проводить синхронно. Мы будем проводить выверенную с точки зрения маркетинга работу именно по формированию лотов на торгах. Возможно, это будут смешанные лоты и торги будем проводить синхронно. Буду надеяться, что самарская схема размещения рекламной конструкции, после того, как пройдет горнило согласования, а случится это должно в феврале, и станет тем самым первым шагом на пути к цивилизованной рекламе. И все горожане получат возможность убедиться, что наружка может быть не только навязчивой и уродливой, но и креативной, и в чем-то даже полезной. Суждено ли этим надеждам сбыться, узнаем совсем скоро. А на сегодня пока все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова